Итоги сезонных сельскохозяйственных работ на территории Тверской области стали главной темой заседания регионального правительства, который провел губернатор Игорь Руденя. Несмотря на сложности, с которыми столкнулись аграрии в 2020-м, сельскохозяйственные предприятия Верхневолжья продемонстрировали высокую устойчивость. Увеличилась и государственная поддержка агропромышленного комплекса региона. Подробности прямо сейчас. В условиях текущего года было важно обеспечить непрерывную работу предприятий агропромышленного комплекса страны. Такую задачу поставил перед главами субъектов Российской Федерации президент Владимир Путин. На территории Тверской области отметил, открывая очередное заседание регионального правительства Игоря Руденя, поставленную российским лидером задачу, несмотря на все сложности, удалось решить. По итогам 2020 года ожидается рост производства продукции в агропромышленном комплексе региона. В первые 9 месяцев Тверская область по этому показателю обеспечила 106,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Ожидаемые объемы производства продукции в текущем году составят 47,4 миллиарда рублей. Это 117,3% к 2019-му. Вместе с тем, несмотря на позитивные тенденции, по ряду направлений требуются активные решения, считает губернатор. В первую очередь это касается ввода в оборот земель сельскохозяйственного назначения. К сожалению, мы не так динамично вводим в оборот земель сельскохозяйственного назначения, как бы этого хотелось, как мы сами планировали. Понятно, что есть разные объяснения этому процессу, но это очень для нас важная задача, потому что все, кто занимаются или занимались сельским хозяйством, все прекрасно понимают, что каждый год не используя земли, это все труднее и труднее становится возвратить землю в ее исходное рабочее состояние, для того, чтобы она приносила свои плоды, приносила урожай. Объем государственной поддержки сельхозпроизводителей региона в этом году превысил 1 миллиард рублей. Как отметили присутствующие на заседании правительства эксперты, руководители крупных предприятий АПК области, все субсидии и дотации были получены в срок и в полном объеме. Тем не менее, Игорь Руденя поручил Министерству сельского хозяйства региона проанализировать действующие меры поддержки и провести консультации с представителями АПК по необходимости дополнительных решений. Еще одна задача — развивать сотрудничество с торговыми сетями, в которых должна быть широко представлена продукция местных производителей. Как подчеркнул губернатор, важно понять, что необходимо сделать для обеспечения реализации продукции наших аграриев. В целом, заключил губернатор, все выявленные недочеты в работе АПК необходимо устранить в самое ближайшее время. Сельское хозяйство требует постоянного внимания. И никаких перерывов ни сезонных, ни пандемических в этом процессе быть не может. Поэтому надеюсь, что мои коллеги достаточно оперативно среагируют. И уже до Нового года мы компенсируем пробелы, которые у нас в этом году были. От темы сельского хозяйства областной кабинет министров перешел к медицине. Согласно региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения Тверской области на 2021-2025 годы, на территории Верхней Волжии будут построены и реконструированы более 10 больниц. Общий объем финансирования программы — 6,2 миллиарда рублей. На эти деньги будут построены 4 детские поликлиники в Твери, Торжке и Кимрах, врачебная амбулатория в поселке Новозавидовске и Конаковского района, первичный амбулаторный травматологический центр в Твери. Также планируется проведение реконструкции Балаговской ЦРБ капитального ремонта взрослой и детской поликлиник Осташковской районной больницы, поликлиник Ржевской и Кимрской центральной районной больницы. Заметное внимание в программе развития первичного звена здравоохранения уделено обновлению автопарка, лечебных учреждений и закупке современного оборудования. Конечно, входит вопрос переподготовки кадров, усиления кадровой политики. Планируем выделить дополнительные средства на внебюджетные места, которые есть у нас в медицинской академии, которые будут являться целевым проектом по обучению специалистов от правительства Тверской области для нужд нашего региона. Не обошлись стороной участники заседания регионального правительства и туристическую индустрию Верхневолжья. Так, в рамках проекта по созданию кластера «Волжское море» планируется строительство речного пересадочного порта в Конаковском районе. На эти и другие цели Тверская область ожидает получение дополнительных средств из федеральной казны. Как рассказал губернатор, речь идет о 150 миллионах рублей. Работы по развитию кластера «Волжское море» продолжатся и в следующем году, отметил Игорь Руденя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова